Чувствующий. Сериал, который мне было интересно ждать. Первый эпизод меня не разочаровал. Видно, что А-24 участвовали в создании этого проекта, он выглядит чрезвычайно хорошо. Следуем за капитаном, шпионом коммунистического севера из Вьетнама. Он работает на юге с генералом несколько месяцев перед падением Сайгана в 1975 году. Мы видим, как он в нашем времени, в тюрьме, отправляет информацию об этом эпизоде письмом. Роберт Доуни Джуниор показывает превосходную игру. Даже его краткие появления были уместны. Давайте приступим к этому видео и проанализируем все, что можно усвоить из первого эпизода. Сочувствующий. Первый эпизод. Вот разъяснение конца. Этот ролик будет содержать спойлеры. Этот эпизод начался с того, что на экране появился текст, который подытожил, о чем будет это шоу и как история будет преподнесена. Все войны ведутся дважды. Первый раз на поле боя. Второй – в памяти. Похоже, что история будет развиваться через воспоминания главного героя Капитана. Охранник сказал ему запомнить каждую деталь на этот раз, и Капитан начал свой рассказ о встрече с Клодом в кинотеатре и о фильме, который показывали неправильно, и на этот раз поменял его на жажду смерти вместо Эммануэля. Это показало, что память будет ключевым фокусом, и как он будет переживать все снова, и стилистический подход позволит нам видеть ошибки в его памяти, и как все меняется, когда рассказывают все это. Капитан называл себя человеком двух лиц. Это потому, что он был коммунистом-кротом на юге. Он молча помогал генералу в улучшении дела, скрываясь под иностранцем. Это было заметно не только в его профессиональной жизни и политических убеждениях, но и в его отношениях с друзьями, его происхождении и его позиции с вещами. Он был человек с двумя лицами, в конце которого практически мог видеть обе стороны, отсюда имя сочувствующий, потому что кажется, что он это сожалеет. В его личной жизни это было, наверное, самым заметным, когда дело дошло до его отношений с его друзьями, Маном и Боном, двумя людьми, которые приближались. Они были братами с детства, кровными братьями. Бон воюет на юге, а Ман выступает со своей северной точкой зрения. Капитан представляет себя Бону как человек, который поддерживает юг и бок о бок с генералом. Но в действительности, когда он вместе с человеком, выходит его настоящий облик и его преданность северу. Так что это действительно сложная и интересная история и подход, который сериал использовал, представляя нам капитана. Сейчас мы по-настоящему не понимаем его образ мышления. И в этом вся суть. Мы видели две стороны, которые играл капитан, когда он передавал приказ, который должен был получить список тайной полиции от своего босса из Вьетконга, но он должен был пойти против генерала на юге, чтобы получить его. Мы видели, как разыгрывался весь этот ход и как он оказался в кинотеатре, сидел напротив женщины, которой он предоставил ту самую информацию и был обижен из-за этого. Это было напряженно, потому что ее допрашивали и спрашивали, кто ее контакт. И в это время в сериале мы не знали, насколько она предана своему делу, и казалось, что она могла бы имя капитана было поднято. Но после того, как мы вернулись еще глубже во времени, мы увидели, что на самом деле она была тем самым человеком, который пытался убедиться, что капитан был более убедителен, когда ее поймали. Капитан был контактным лицом, как мы и предполагали. Мы увидели, что юг страдал от разрушений. Кинотеатр стал кусками. Это сказывалось на менталитете там. Генерал хотел бежать в США со своей семьей. Низкий моральный дух солдат, люди испуганы, бомбы близко к домам. Узнавали разрушения по звуку. Все знали, борьба подходит к концу. Скоро север займет юг, именно так живые изменятся. Эвакуация началась, иначе их могли покарать или даже убить. Взрывы, усиливающиеся в течение эпизода, казались намеренными, чтобы конец всегда казался близким и более кульминационным. Эпизод начинался без бомбардировок. Затем численность увеличивалась, они приближались. Затем стали неизбежными и привели к смерти в конце. Это был умный способ структурировать эпизод и его разрушение, создавая напряжение. Был момент, когда мы увидели два лица капитана. Как никогда прежде. Выполнив задачу, он говорил с Манном и сказал, что он с нетерпением ждет возможности остаться. Увидеть, как север берет верх, жить открытой жизнью, не будучи более шпионом. Но Манн сказал ему, что теперь его задача – пойти в США с генералом и доложить о нем, чтобы они были в курсе его планов вернуть юг. Мы слышали, как капитан говорит, что генерал заслуживает наказания, и что он не хочет идти в Штаты, и что он не связан ни с кем из... Твои убеждения или образ жизни. Манн ответил, что капитан, учившийся в США, написал письма, похожие на письма фанатов. Конфликт присутствовал в капитане, и его видно было у его друга. Капитан, испытав оба вида жизни, мог быть склонен к своим взглядам. Эпизод достиг пика перед падением Сайгана утром. Было грустно смотреть на генерала и его жену, садящихся в автобус. Люди бежали из страны, не было другого выхода. Плакат гласил об объединении всех для защиты юга, но это были просто слова. Они уезжали, опасность всегда присутствовала. Видя, как генерал оставляет семейные фото, вещи, отдает честь статуе и покидает страну Като. Воспринимал как дом. Было трудно, так как это действительно передавало чувство, что такое покинуть родные места, не взяв с собой вещей, а ставить свою личность, единственную известную жизнь. Точно. Прямо в конце эпизода, после гибели жены и ребенка Дона от бомбы, что было очень грустно видеть, действие вернулось в настоящее время, где капитан писал письмо в своей камере, и начал играть рановей Делла Шеннона. Та песня, которую он ранее исправил Клоду, когда тот думал, что ее исполняет Дион Уорбик. Как капитан оказался обратно во Вьетнаме в тюремной камере? Учитывая мелодию рановей, считаю капитана бегуном от обязанностей, в заключении он оказался. Остались вопросы, но ответы будут в следующих эпизодах. Хороший фундамент для шоу усложняется. С нетерпением жду продолжения. Мой отзыв. Первый эпизод был хорош. Мало знаю о войне в Вьетнаме, ее политической стороне, настроении людей и операциях тогда. Просмотр эпизода стимулировал исследования для понимания того времени. Это поможет при просмотре сериала. С точки зрения исполнения и стиля, эпизод был приятен для глаз. Он передавал реальные ощущения 70-х позернистости и цветовая палитра, камерные движения, переходы и внутренний монолог. Капитан описывал наше видение. Финал эпизода с бомбардировкой был напряженно захватывающим. Предвиделась беда для Бона и семьи. Ее наступление было ужасно. Влияние на его и Капитана, утерявших близких при побеге, будет увлекательно. Роберт Дауни-младший хорош в этом эпизоде. Его образ был весьма интересен. Дауни-младший захватывающий. Уверенность, гордость, тон голоса. Дауни-младший вступает в новую карьеру после Марвел. Обожаю это. Эпизод напомнил подход Гая Ричи в «Большом куше». Монолог – легкий, неформальный подход. Заставляет нас не просто ощущать мысли Капитана, но позволяет ему говорить с нами. Быстрые переходы между сценами круты. Мне понравилось. Неформальность напоминает Гая Ричи. Только более шлифованную, креативней. Жду продолжения этого шоу со страхом и надеждой. Телевизия сейчас не показывает ничего подобного. Так что ожидаем, что в течение следующих 7 недель история будет развиваться, будет все более креативным. Дауни-младший играет несколько разных персонажей, будет весело и дико. Обязательно посмотрите первую серию. Она страшно смешная, чего я раньше не видел. Тональность меняется. И это, я думаю, намеренно. Это отражает взгляды главного героя. Две разные жизни. Два разных тона. Итак, «Сочувствующий». Первая серия. Конец объяснен. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok